Привет, друзья! И снова здравствуйте на канале Капитан Герман. Сегодня у нас будет выпуск, связанный с небольшим приобретением. Вы знаете, что при путешествиях, особенно при путешествиях в регионах, которые очень-очень далеко, лучше иметь два подвесных мотора, потому что в случае поломки первого, вы берете запасной для маленьких небольших расстояний, он идеально подходит, или на то время, пока вы ремонтируете основной. Так вот, у нас был маленький мотор Порсун, но так как у нас произошел небольшой инцидент, и я его утопил, и ремонту он больше не подлежал, поэтому нам пришлось задумываться о покупке второго маленького мотора. Итак, внимание! Сегодня мы купили и будем делать полный тест мотора Тахацу 3,5 лошадиных силы. Вперед! Двухтактный. Вот у нас есть такая коробочка. Давайте его открывать и смотреть, что внутри. Ааа! Пенопласт! Короче. Хова! Хова! Между прочим, это Тахацу, производство Японии. Вот видите, у него даже на пенопласте идут китайские иероглифы, хотя это все-таки японские. Шан Сао. Большой, маленький. Может быть, это маленький, но мощный? Может быть, маленький, но мощный, но... Там написано «маленький, большой». Так... А тут? А тут написано «Шантьен». Большие тени, наверное. Это, наверное, просто куда складывать им пометки. Наверное, наверное, ну, неважно, типа голова и ноги, большая коробка, маленькая, потому что они по размеру, наверное, не отличают. Короче, вот. Такой он красивый, еще блестящий, все дела, нейтраль. Там все говорят, не показывать никому новый и зачиркать его скорее, чтобы он выглядел новым. Тут все-таки техника безопасности. Они сказали просто выбросить коробку, а такую-то хацию на 3,5 точно никто не украдет. Кому он нужен? Тут, в общем, еще... Нет, это не те говорят, которые на коробке. Тут еще перед пятнашками носом крутят, а ты говоришь, маленькие. Так, и что у нас здесь? У нас здесь есть... Зато снял и понес. Мануал. В мануале есть пин для крепления винта, свечка, тоже такой маленький шау для... Что это такое? Ну, короче, тоже пин для крепления винта, аварийная ручка и вот этот вот аварийный ключик. Ну, чтобы эта безумная мощность в 3,5 силы не вышла из-под контроля, когда вы открываете ручку газа, ну, мануал, естественно, мы прочитаем. Далее, здесь у нас есть набор каких-то, как обычно, бестолковых инструментов, свечной ключ, плоскогубцы. Ну, это что-то важное, мне кажется. Согласен. Это куда-то доставать, мне кажется, в глубину. Точно, это что-то важное, но что непонятно. И отвертка, которая конвертабл, идет с креста на флэт. И так вот у нас флэт, а так сразу филлипс скрюдрайвер, которая по-английски называется именно так. Ну что, с инструментами понятно, ничего интересного, кроме вот этой непонятной палочки. Как обычно, инструменты будут складированы в какой-то непонятный ящик. Ладно. Итак, достаем. Легкий? Килограмм 10, наверное, весит. Он вообще, наверное, легкий. О, здесь есть этот ключ. Той, получается, аварийный, а это... Там, наверное, стопор где-то стоит. Кстати, прикол в том, что здесь вот эта крышка, она прикручена на болтах. И она совершенно несъемная. То есть, чтобы туда залезть, нужно эти все болты открутили. Потому что обычно во всех этих моторах эти крышки периодически ломаются, потому что у них есть вот эта вот защелка. Эта защелка вечно отлетает, потому что он маленький, и его крутишь там во все стороны. А у этого мотора здесь все на болтах, все прикручено. Открыто-закрыто подача топлива, краник. Ну и вот, наверное, собственно, и все. То есть, ну что ж, я предлагаю сейчас залить в него бензина и сделать небольшие ходовые испытания, на нем покататься, потому что он еще на обкатке, поэтому, наверное, газовать сильно нельзя. Не, ну надо все попробовать, мне кажется. Здесь, на самом деле, в инструкции написано, что просто при обкатке использовать другую пропорцию между маслом и бензином, потому что мотор двухтактный, здесь нужно мешать масло с бензиком. Ну, поэтому, если так, обычно 1,50. Ну, в общем, не важно. Я посмотрю в инструкции и сделаю пропорцию. Ну что, поехали его тестить? Погнали! Погнали! Ну что, вот так вот в припрыжечку из Олихватски на одной руке моторчик идет тузик. На самом деле, это очень удобно, потому что, ну, это такой разъездной даже мотор, если нужно там быстро что-то закинуть, когда-то быстро смотаться, у вас все там тузики снаряжены на лодке. Просто такой мотор одной рукой. Так, вот так вот его чик. Единственное, что я хочу сделать, это сразу его правильно приготовить и сделать так, чтобы вот эти вот все винты... Хотя они сейчас в смазке, в принципе. Какая-то там смазка есть. Ну, в общем, да, смазка есть. Сейчас я его прикручу. И эти штуки пойдут у нас в лоб. Потому что провоцировать людей, украсть у нас тузик мы не будем. Так, теперь... Как он опускается? Еще не все. Раз. И здесь есть... Если нужно его поднять, вот он поднимается, и здесь есть такой штыречек, тынь, и все, и он на штыречке висит. А опускаться разное положение есть? Нет. Ну, он такой легкий, что, в принципе, ты можешь его просто руками поднять, он же ничего не висит. Эта штука. Раз. Сюда. Все. Вот он получается у нас... Так смешно. Короче, из смешного. Вот эта вот ручка такая рагульная, она просто... Алюминивая. На... Да, но она на пружинках, здесь резинках, поэтому она такая... Мягкая, тайн, тайн. Чтобы не было вибрации, когда вы газуете, потому что... Да, это для этого, думаю. Ну, резинки точно. А управление газа, здесь вот есть... Черепашка и Зайчик. На Зайчике он едет быстро, все 3,5 хорс пауэра, а на Черепашке, соответственно, медленно. Кнопка, которая... Аварийная и... Dead cord, по-моему, называется. И, собственно, этот... Господичок, как он будет по-русски? Зажигание. Подсос. Подсос. Это подсос вот эта палочка? Да, да, вот такой тынь, подсос. Тынь. Open, close. Далее, есть передача вперед-форвард и нейтраль. Если нам нужно ехать в обратную сторону, мы делаем так. Хоба! Ух ты! О-о! Опа! Ну, в этом моторе обратного хода. Ну... А если серьезно? Ну, серьезно, вот так. Это на наш тузик так? Я думаю, что да. Хотя, ну, он... Ну, можно делать вот... Вот я думаю, что вот так вот его просто приподнять и будет у нас вот такой задний путь. Так можно вообще без проблем. Даже его на самом деле можно вот сюда вот упереть и он будет нормально работать. Просто у него в тузик упирается вот эта часть. А винт нормально абсолютно. Ну, короче, хватит трындеть. Нет времени объяснять. О-о-о! Такая крышечка маленькая. Там бензина не было никогда. Он даже не пахнет. Прикинь, новый, новый. Вообще, я так обожаю, когда вот техника новая. А-а-а... Ну что, заливаем горючком. Так, итак, смотрим инструкцию. Toolkit, Propeller Table. Так, что есть, на каких языках... О, даже на русском, кстати, есть. Ну, это кому надо, потому что... Оказалось, все проще. Я вот так случайно на русском языке открыл прямо таблицу по пропорции. Итак, во время обкатки мешается бензин с моторным маслом в пропорции 25 к 1, после обкатки 50 к 1. 50 к 1 это у нас 100 грамм на 5 литров и 25 к 1 100 грамм на 2,5 литра или 200 грамм на 5 литров. Понятно, у нас здесь, кстати, в канистре сейчас литра 4, но будем считать 5. Значит, сюда пойдет 200 грамм масла. Масло у нас где-то есть. Где же, где же, где же, где же. Ну, вот у меня есть такая мерная баночка. Здесь есть вот все деления. И в них написано, ну, сколько. Короче, наливаю где-то вот грамм 200 туда. Оно синего цвета такое? Да, да, оно синее. Все. Теперь делаем вот так. Канистру утиль базовый. Ручка треснутая вот здесь пополам. Да, я вижу. Говно. У нас есть вот такой вот фильтр, такая леечка. Это water separator. Короче, сюда попадает, когда... Шмирная, черная. Сейчас выйдем сюда ближе на свет. Короче, сюда, когда попадает бензин, там есть такой бортик и мелкая сетка. И если есть вода, она остается снизу, а чистый бензин перетекает. Поэтому вот такие вот мелкие моторы лучше заливать через вот такую леечку. Хотя эта леечка стоит каких-то безумных денег, типа там 40 долларов, что-то такое. Ну, короче, они сошли с ума. Но, тем не менее, сейчас мы через эту леечку будем заливать дуртатный бензин в подкаточной пропорции. Так, череп. О, идеально сюда подходит. Но она, видно, рассчитана была для маленьких моторов. Первая горючка. Это всегда такой трогательный момент. Тут, наверное, литра полтора. Ну, еще одну леечку. Короче, пару леечек. Третья пошла. Слушай, ну ты полегче там. Бак, по-моему, такой немаленький. На весь мотор. Кстати, вот эти вот три с половиной силы он весит порядка десяти килограмм. А вот уже четверка, четверка, ну вы же понимаете, на пол силы всего больше, уже шестнадцать или семнадцать. Потому что вот этот три с половиной это форсированная двойка. Там одна голова. А если брать в расчет четверку, то четверка это дефорсированная шестерка. Поэтому шестерка, она, естественно, весит больше. А четверка уже полноразмерная. То есть для этого тузика это не имеет значения. Но у нас есть еще второй маленький, такой чисто докатка. Ну, все. Может, еще чуть-чуть. И на нем вес, конечно, очень критичен. Поэтому мы используем на нем маленький мотор. Ну, все. Прямо под горлышком. Класс. Крышка. Там дождик идет. Вон, ребята, едут. Крышечку на место. Есть. Так, все. Ну что, будем заводить, пытаться? Итак, Гата, первая миссия. Сейчас, подожди. У нас еще до первой миссии. Его надо запустить. Ну что, делаем ставки. Запускаем его. Здесь нужно перевести в режим старта. То есть чуть-чуть газ поднять. Я так понимаю. Открыть краник. Подождать, пока оно туда затечет, в карбюратор. Открыть вентиляционную дренаж воздуха. Потому что можно быстро приехать. Ну что ж, пробуем. На подсосе запустился. Вот тут поработает немножко. Но он урчит так прикольно. Такой, как кот. Ну что, может, тебе отвязывается уже пора? Сейчас, сейчас. Он так сипит немножко. Сипит, как будто так. Такая стручка с водой. Ну что, я поехал. Первая миссия. У нас улетел пенопласт. Мы едем его спасать. Да-да. Только смотри там аккуратно, не в берег. У тебя отцепить там? Давай. Ну что, я так понимаю, ни о каком глиссере не может быть и речи. Нет, ты едешь рвать истинтуки. Сейчас, спокойно, подожди. Сейчас я еще чуть-чуть проеду. А задний ход, задний ход. Все будет. Так эргономично. Неплохо, неплохо. Нок-нок-нок-нок. Какая маневренность. На месте разворот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, прикольно. Потом возьму, померяем скорость. С какой скоростью мы едем. КОНЕЦ Ну вот, нейтралочка. Короче, прикольный моторчик. Единственное, что мы сделаем с тестом. Я возьму свои часы, которые со скоростью меряют. И посмотрим, с какой скоростью вот этот тузик может выйти с таким маленьким моторчиком. Но я думаю, что пятерку пойдем в любом случае. Ну что, выезжаем, запускаем часы и начинаем замерять скорость. Моторчик так приятно урчит на маленьких оборотах. И так, пока у нас нарисовано старт. Считайте холостой ход. 2,3. Ну вот, реально холостой. Сейчас мы его чуть подкинем. Ну вот, 1,9, 2. Около двушечки. И это у нас скорость холостого хода на этом маленьком 3,5-сильном моторчике. Вибрация так, видите, как ручка болтается. Это она на камере мягкая. На самом деле она не такая. Так, средний газ. Добавляем. Средний газ у нас получается 3,7-3,8. Вот эта вот скорость такая при... На... Вот вы видите, вторая точечка газа. А теперь давайте полный газ. Или полный зайчик. 3,8-4,7. Я думаю, что пятерочку получится выдавить. И 5,2. 5,5. Ничего себе. Ну что, друзья. Вот мы вам и рассказали про вот этот вот маленький моторчик. Так как Tahaцу, это фирма надежная. И она делает эти моторы для Джонсона, для Ямахи, для Ниссан Марин. И еще для ряда там китайских типа Порсуна и других производителей. Это очень надежный мотор, который ходит там десятилетиями. И ничего с ним не случается. И делать с ним ничего не нужно. Так что, надеюсь, он у нас прослужит долго. И мы будем хотя бы иногда пользоваться. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Дежурный коммент. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok